МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"8 вечера". Время подробностей. Я Алексей Лихвак. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год после трагедии. Одесситы в трауре и беспрецедентные меры по защите горожан. Пойман на горячем. В Харькове задержали диверсанта с миной в руках. 33 несчастья спасательного рейса. Эпопея с эвакуацией украинцев из Непала продолжается. Подкрался сзади, как одиозный питерский депутат Милонов вместо первомайского шествия гонялся за геоактивистами. Грязное белье почетной миссии. Французский конвой надежды в центре педофильского скандала. Смертельное ДТП в Кировоградской области. Пассажирский автобус упал с моста. Погибли три человека. Произошло это около трех часов дня. Рейсовый автобус МАН двигался по автодороге Кировоград-Платонова. Как сообщают в пресс-службе МВД, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус вылетел на встречную полосу, сломал металлическое ограждение моста и упал в ров глубиной более шести метров. В салоне в это время находились 20 пассажиров. Двое погибли на месте, а один скончался уже в больнице. Еще семеро, в том числе ребенок, госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Траурные мероприятия в память о жертвах прошлогодней трагедии прошли в Одессе. 2 мая 2014-го в результате массовых беспорядков там погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Сегодня силовики и местные власти готовились к самым разным сценариям. Вот как прошел день. Все в материале наших корреспондентов. На улицах Одессы приспущенные флаги с траурными лентами 2 мая объявлено Днем памяти погибших в прошлогодних беспорядках. Организаторов всех сегодняшних мероприятий власти попросили отказаться от политических или провокационных лозунгов и провести тихие, спокойные поминальные встречи. Таких встреч было две сторонников Евромайдана и Антимайдана. Последние собрались на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. С утра площадь оцепила милиция, людей пропускали через рамки металлоискателей, в избежание провокаций проверяли сумки, даже мобильную связь глушили. На акции присутствовали около тысячи человек. Я хочу, чтобы было тихо, чтобы мы поминули и чтобы этот день, эти несчастные какие-то минуты не возвратились. Поминальный митинг прошел мирно. Люди возлагали цветы к Дому профсоюзов, читали стихи, и многие пришли с фотографиями погибших друзей и родственников. В небо запустили черные воздушные шары. Каждый из шариков будет образно, душой того, кто погиб в этом доме. Пусть весь мир знает, что в обеде траур. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Затем в небо выпустили белых голубей. Одесса, город, герой! Одесса, город, герой! Примерно столько же людей собралось на Соборной площади, где своих соратников, погибших 2 мая, поминали евромайдановцы. Здесь тоже беспрецедентные меры безопасности. Сюда! Сюда пошел! Людей в Гражданском было даже меньше, чем тех, кто в форме. Многие из самообороновцев, которые сегодня следили за порядком, сами принимали участие в прошлогодних событиях. Люди умерли, и сегодня траур. Это, в общем-то, с одной стороны, хорошо, что так все обернулось, что Одесса осталась в составе Украины. Но то, что люди погибли, это, конечно, печально. Но сегодня здесь не говорили о политике. Провели молебен. Сейчас будет происходить молитва за всех тех, кто погибло год назад. За всех, я так подкреслено скажу, за всех тех, кто погибло год назад. Без разницы, без поделек. Андрей Анастасов, Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин, Игорь Миханошин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса. И вот Андрей Анастасов с нами на прямой связи из Одессы. Андрей, здравствуй. Что сейчас, вот просто в эти минуты происходит в городе? Ну, хочется надеяться, что так же спокойно, как и днем все. Здравствуй, Алексей. Ситуация в Одессе остается спокойной. Порядок охраняют около 4 тысяч человек. Это силовики, а также представители общественных формирований. Никаких серьезных конфликтов, как я уже ранее сказал, в течение дня не было. Единственное, пару раз возникали споры по поводу георгиевских ленточек. А кроме того, до сих пор в Одессе ощущаются перебои в работе мобильной связи. Ее глушат в целях безопасности. Но обещают, что вот-вот уже все наладят. Алексей. Андрей, спасибо. Но я хотел бы с тобой обсудить еще один вопрос. Сегодня пришла новость из Генеральной прокуратуры о том, что ведомство объявило о подозрении в халатности бывшему начальнику управления МВД Одесской области Петру Луцюку. Из-за событий как раз 2 мая прошлого года понадобился целый год для этого им почему-то. Что говорят одесситы, эксперты, горожане о причинах тех событий сегодня? Алексей, спустя год трагедия 2 мая по-прежнему окутана тайной. Тайной следствия. Именно вот с такой формулировкой правоохранители предоставляют крайне мало информации о ходе расследования. Журналистам даже в судебном порядке отказались выдать результаты судебно-медицинской экспертизы, например. То есть от чего погибли люди? Поэтому общественным экспертам приходится самим проводить свое независимое расследование. И вот могу привести их данные. Итак, по этой информации в Доме профсоюза 2 мая не было какого-то таинственного смертоносного газа. Люди погибли от травм, когда прыгали с верхних этажей во время пожара, а также отравившись продуктами горения и от ожогов дыхательных путей и тела. Что же касается причин такого сильного пожара в Доме профсоюзов, то, по мнению экспертов, это произошло из-за того, что в какой-то определенный момент резко воспламенилась олифа, которой была обработана штукатурка на стенах здания. Долгое время она кипела под краской. Потом эти газы кипения, они воспламенились. Люди просто погибли. Вот это была мгновенная такая смерть от ожога дыхательных путей. Что же касается обстоятельств, которые привели к такой масштабной трагедии, то здесь эксперты усматривают вину государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасателей ждали почти час. Первый вызов в диспетчерскую ГСЧС поступил в 19.35, а первая машина сюда пришла в 20.16. И только в 20.30 они подали воду в рукава. Еще один вопрос, почему 2 мая милиция не задействовала оперативный план «Волна». Эксперты говорят, если бы 2 мая, как раз сразу после первых столкновений в центре города, правоохранители перекрыли кварталы, прилегающие к Дому профсоюзов, то такой трагедии удалось бы избежать. На эти и другие вопросы по-прежнему нет ответов, поэтому народные депутаты от Одессы просят возобновить в Верховной Раде работу Временной Следственной Комиссии. И для того, чтобы это не повторилось, должно быть проведено справедливое расследование. И мне кажется, что Верховная Рада для этого может сделать свой вклад. И меня очень удивляет, что депутаты из коалиции этого по каким-то причинам не хотят. Ну и добавлю, что сегодняшнее сообщение об объявлении подозрения Петру Луцюку как раз таки и может быть связано с тем, что милиция год назад могла предотвратить столкновение, но не сделала этого. Но опять-таки, милицейский чиновник наверняка действовал по чему-то указанию свыше. В общем, вопросов еще очень и очень много. Алексей? Ну, хотелось бы, Андрей, надеяться, что ответы на них мы хоть когда-нибудь услышим. Спасибо тебе за работу. Это был Андрей Анастасов на прямом включении с подробностями из Одессы. События в Одессе сегодня вспоминали и в Киеве. Около двух тысяч человек проследовали от Крещатика до Верховной Рады, а потом к администрации президента. В руках люди держали плакаты. Киев помнит об Одессе и прочее, а также портреты погибших и флаги Украины. Шествие прошло мирно. А накануне в Одессе силовики провели ряд операций по задержанию сепаратистов. Видео, как это происходило, появилось в сети сегодня. Бойцы подразделения «Альфа» задерживали подозреваемых в подготовке терактов прямо на дорогах города. Блокировали с помощью спецтранспорта автомобили, проводили обыски машины водителей. А вот так проходил захват в одном из офисов. Здесь обнаружили оружие, деньги, взрывчатку и агитационные материалы. Всего накануне майских праздников в Одессе задержали более 20 человек, которые под руководством российских спецслужб планировали провозглашение фейковой Бессарабской народной республики. Также планировали провокации и террористические акты. Предотвратила СБУ и теракт, который харьковские партизаны планировали на 1 мая. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке советник главы СБУ Маркиан Лубкинский. Члена группировки по прозвищу «Кот» задержали просто на горячем. Он как раз устанавливал минус детонаторам на одной из линий обороны. Еще шесть тротиловых шашек и детонаторы, в том числе с часовым механизмом, обнаружены во время обыска в его гараже. Сегодня же из Харькова в Нидерланды отправили последний борт с останками погибших при крушении Боинга. Международные эксперты назвали свою поисковую миссию завершенной. Всех ли нашли, знает Лидия Калинина. Сегодня в Нидерланды отправили последние семь контейнеров с останками погибших. Церемония прощания прошла, как и подобает, с почестями. Гробы курсанты погрузили в военный самолет прямо на взлетной полосе. Останки, которые отправились сегодня, сначала пройдут идентификацию, а затем будут переданы семьям погибших. Из 298 человек, которые были на борту, неопознанными. Остаются двое граждан Голландии. Останки, которые будут отправлены сегодня, пройдут процесс идентификации. И мы надеемся, что нам все-таки удастся идентифицировать тех двоих, которые пока не опознаны. Эксперты называют завершенной свою поисковую миссию на месте крушения самолета, хотя и не исключают, что еще могут быть найдены новые материалы для расследования. Сейчас они опрашивают свидетелей, которые могли видеть падение Боинга. Но пока говорить о передаче дела в суд рано, до завершения следствия еще далеко. Напомню, месяц назад генпрокурор Украины Виктор Шокин озвучил основную версию международной экспертной комиссии. По его данным, следователи склоняются к тому, что самолет рейса МН-17 был сбит боевиками из российского Бука. Однако сами эксперты пока никаких версий не оглашают. Ссылаются на тайну следствия. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. К событиям на востоке Украины. В зоне АТО продолжает работу моя коллега Ирина Баглай. От нее узнаем последние новости из Луганской области и самых горячих точек области Донецкой. И раздравствуй, ты в эфире. Что можешь нам рассказать? Как прошел день? Здравствуй, Леш. Сегодня боевики ЛНР активизировались на Бахмутовской трассе. После обеда открыли огонь по селу Крымское со стороны оккупированных Сокольников. Причем огонь вели не только по позициям армейцев, но и по мирным жителям. Как сообщил губернатор Луганской области, жители, которые в выходной теплый день вышли на огороды, попрятались в подвалах. Вчера в этом же районе в результате обстрелов боевиков получили ранения четверо военных и одна пожилая женщина. Сегодня же ночью в районе Донецкого аэропорта противник накрыл массированным огнем позиции наших бойцов. Не исключено, что боевики намеревались прорвать оборону. По радиоперехвату стало известно, что противник подтянул в этот сектор и технику, и живую силу. Но армейцы отбили атаку и в Песках подбили БМП боевиков. И хорошие новости. После нескольких дней атак относительно затишья в районе Горловки. Здесь позиции военных под постоянным прицелом противника. Боевики расположились за терриконами. Там у них и тренировочная база, и укрытие для тяжелой техники. По ночам армейцы наблюдают, как туда заезжают колонны танков. Стрелковая это обычно, вы слышали только что одиночная, то получается нас вызывают, провоцируют, скажем так, чтобы наши посты среагировали. Ну, пока мы наблюдаем. Это КТУР по нас стреляет, очень хорошая техника, как говорится. СПГ, очень мало кто может выжить. Если далеко стоять, то действительно можно еще выжить. Такое по нас летает и вечерями, и ночами, и днями. И без артиллерии, огня прикрытия, от атак противника бойцов уберегают тепловизоры. Их прямо на передовую привозят волонтеры. Буквально на днях в одну из машин волонтеров попала противотанковая ракета. Чудом, говорят бойцы, никто не пострадал. Видимость тепловизора приблизительно метров, ну, как раз, как они подходят, метров 300-400. Ну, и еще то, что беспокоит бойцов на этой позиции. Последние месяцы они не получают зарплату или получают не в полном объеме, половину. Поэтому обращаются к министру обороны. Не платят и не доплачивают. Говорят, и сегодня. А вот на счет грошей, туда и хлопца не хватает населения. Дальше я просто не хочу перечислить именно на что. Людей набрали, набрали. А гроши, как говорится, не хотят. И сегодня в Красногоровке под колесами военного краза погиб велосипедист. Мужчина скончался в карете скорой помощи. На место ДТП выехали представители военной службы правопорядка. В штабе заявили, что все виновные в смерти человека будут привлечены к ответственности. Леша. Все ясно. Спасибо тебе, Ирочка, за работу. Это была моя коллега Ирина Баглай с последними новостями из зоны АТО. Не прошли ленточный контроль. В Тбилиси российских байкеров заставили снять прокремлевскую символику. В интернете все больше обсуждают видео, на котором грузинские активисты принуждают россиян самостоятельно срезать украшавшие мотоциклы георгиевские ленты. Интересный факт. По данным местных СМИ, среди активистов был Ираклия Кантария. Это внук Малетона Кантарии, водрузившего советский флаг над Рейхстагом. Немецкие политики все же посетят Россию, но только чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны. А вот на параде 9 мая в Москве делегации из Германии не будет. Министр иностранных дел Штанмайер посетит Волгоград и возложит цветы на военных кладбищах 7 числа. А Ангела Меркель прилетит на день в Москву 10-го. Вместе с Путиным возложат венки к могиле неизвестного солдата. Тем временем новыми скандалами обрастает празднование 1 мая в России. Новый хит в интернете. Выходка скандального питерского депутата Милонова. За кем гонялся, догнал ли, расскажет наш московский сапкор Данил Русаков. Видео, на котором питерский депутат Милонов заставляет полицейских найти автозак, теперь хит по количеству просмотров в интернете. Но скандальный политик, готовый костьми лечь за недопуск оппозиции на улице, так и не был услышан. Согласованное шествие продолжилось. Народного избранника обступили сотрудники МВД. Кто-то из толпы даже решил подразнить внезапно появившегося незваного гостя. Депутат, ратующий за традиционные ценности, по традиции, решил все смешать в одну кучу. Сторонники Украины, либеральные оппозиционеры и даже представители секс-меньшинств все получили прозвища бандеровцы. Бандеровская подстилка! Сколько ты им даешь вообще? Подонок! Желто-голубые флаги депутата Петербургского Заксобрания и вправду вывели из себя. Возвращаться обратно пришлось с помощью многострадальных духовных ценностей. Сторонних боевиков Донбасса предложил восстановить ГУЛАГ и туда упечь всех. Но вот свою антифашистскую речь Милонов почему-то снабдил до боли узнаваемым движением правой руки. Вас скоро не будет в нашей стране! Вон, позорным маршем фашистов идете! Мы за вами будем мыть улицы! По окончании акции имени себя Милонов, по всей видимости, займется привычной для себя работой. Будет разоблачать врагов и наемников госдепа, а еще служить в одном из храмов Петербурга. И там в молитвах, очевидно, совершенствовать свою духовность. Данила Русаков и Олег Небедомский, Московское бюро, телеканалы Интер. В Киеве обстреляли пост ГАИ. Ночью, примерно в пол первого, в направлении контрольно-пропускного пункта Бековня на Броварском шоссе, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Очередь была выпущена из лесного массива через дорогу от поста. В этот момент на КП находились инспекторы и бойцы одного из батальонов. Ни милиционеры, ни проезжавшие мимо водители не пострадали. Возле Мариуполя, в районе поселков Мирное и Широкино, сегодня очень неспокойно. Есть раненые. Работает там наш корреспондент Руслан Смещук. Он на прямой связи с нами. Руслан, здравствуй. Какие у тебя новости? Да, ну вот первая половина дня прошла относительно спокойно. Уже появились надежды на тишину, но после полудня обстрелы украинских позиций в районе поселков Мирное и Широкино возобновились. В Широкино боец батальона Донбасс получил ранения. При этом боевики использовали минометы, станковые, портативные гранатометы, а также стрелковое вооружение. На жаль, подчас одного собстрела, который продолжал с 13-го до 14-го, наш фейско-службовец полку Донбасс национальной гвардии Украины отримал важкие поранения. Вороша куля, выпущенная из снайперской винтівки, улучила ему голову. Бойцы батальона Донбасс накрыли позицию снайпера плотным огнем, ну а раненого эвакуировали и доставили в больницу. Врачи говорят, что шансы на выживание есть. И сегодня же мы, что называется пошагово, наблюдали за работой военных медиков, как происходит эвакуация и как потом лечат раненых бойцов. Первую помощь раненым на передовой в основном оказываются служивцы и передают военным медикам. Те часто выглядят прямо как спецназ, увешанный мединструментом и аптечками. После этого раненого везут к ближайшему опорному пункту. Там всегда дежурят реанимобили. На передовую их не пускают. Слишком легкая цель. Мы сейчас находимся на крайнем блокпосте. Дальше червона зона. Дальше наши швидкие медичные допомоги не едут. Это медичная допомога, которая надается в червенной зоне. Она надается силами медичных работников, которые находятся непосредственно на передовых позициях. Дальше, если у вас есть боли, пораненый, он доставляется сюда. И на машинах нашей допомоги они доставляются дальше в БСМП. Больница скорой медицинской помощи Мариуполя. Сейчас почти госпиталь. Тут раненого встречает младший сержант медслужбы Людмила Вишник. Девушка мобилизованная. Ее призвали в августе прошлого года. Рассказывает, до сих пор помнит, с каким волнением встречала своих первых пациентов. Первую ночь, когда нас вызвали на поступление больных, это было нечто. Руки дрожат, ты не знаешь, что делать. Потому что только после колледжа буквально выпустилась. Идешь, руки трусятся. Теперь у Людмилы руки не дрожат. Через них прошли десятки, а то и сотни пациентов. Одного из них находим в палате. Этот боец получил осколочное ранение в Широкино. Стараниями младшего сержанта Люды и ее коллег скоро будет в строю. Сам рвется в бой. Лично моя точка зрения и позиция остаться здесь и сражаться до конца. Защищать свою землю. Ну а пока раненый боец восстанавливается. Военные медики. Одни в реанимобиле на передовой. Другие в больнице у операционного стола ждут. И надеются, сегодня они не понадобятся. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер. Эпопея с эвакуацией украинцев из Непала продолжается. Самолет по-прежнему не починили. Наши сограждане вынуждены жить в палатках в ожидании спасательного рейса. Тем временем в самом Непале за последние сутки увеличилось количество жертв землетрясения. Теперь это уже более шести с половиной тысяч человек. И цифра эта далеко не окончательная. Подробнее Вениамин Трубачев. Люди собираются на улице, чтобы проститься с погибшими. После небольшой церемонии добровольцы разводят костры из дров и соломы. И кремируют тела прямо на площади. Зрелище не для слабонервных. У меня погиб брат. Он шел из одного лагеря в другой и собирался покорить Эверест. Информации о погибших или пострадавших украинцах нет. Но до сих пор более сорока наших граждан не вышли на связь. Некоторые в момент землетрясения были высоко в горах. И туда спасатели еще не смогли добраться. Самое страшное это то, что люди, о которых нет никаких сведений, они находятся на популярных туристических маршрутах. Это тропы, на которые очевидно падали камни. Которые очевидно раскалывались. Дороги там в страшном состоянии. Во время землетрясения спортивный журналист Валентин Щербачев был в Непале. В Киев добрался за свой счет. Не ждал, пока эвакуируют. Теперь собирает данные об украинцах и пытается помочь им вернуться на родину. Я знаю, что одна киевлянка, ей 73 года, она решила, что собрала все свои средства. Последний раз в Непале побывать. Она очень любила. Вот она сейчас чуть не пешком из Покхары добирается в Катманду. Уже добрались до столицы Катманду более ста украинцев. Они по-прежнему ждут самолет, отправленный правительством, который по пути сломался. И сейчас все еще в Дели. Нам удалось связаться с одним из туристов. Мы вот 10 человек, самоорганизовались, и сами нашли себе железо, как бы издеваемся сами, только придерживаем связь с консулом. Но во всем остальном сами себя обеспечиваем. Злополучный самолет спасатели обещают починить сегодня ночью. И уже завтра всех желающих украинцев эвакуировать из Непала. Объявили сбор в 2 часа дня у здания почетного консульства Украины в Катманду. Вениамин Трубачев и Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Почетная миссия завершилась скандалом. Во Франции 14 солдат обвиняются в том, что пользовались сексуальными услугами несовершеннолетних во время миротворческой операции в Центральной Африканской Республике. Но и это не все. В скандальной истории замешана и ООН. Подробнее София Гордиенко, наш корреспондент в Европе. Их называли конвоем надежды, людьми, которые несут мир в разрушенную хаосом и внутренними раздорами страну. Президент Центральной Африканской Республики лично просил Францию помочь в борьбе со своими африканскими ЛНР и ДНР. Мы не чувствуем себя в безопасности и даже не знаем, что произойдет в следующую секунду. Но то тайное, что стало явным, честью французской армии не делает. Больше десяти мальчиков, младшему из которых 8 лет, признали, что в обмен на еду и деньги оказывали военным сексуальные услуги. Это было в 2013 году рядом с аэропортом Бангуи, где находится лагерь для беженцев. Самое удивительное, что все эти факты передал французским властям чиновник из ООН, за что был тут же отправлен в принудительный отпуск. Мол, нечего выносить ссор из избы. Расследование такого толка дело сугубо внутреннее. Французы все-таки следствие начали и наткнулись на препятствие. ООН на запрос Парижа почему-то 7 месяцев не могла предоставить имеющиеся свидетельства и документы. Возможно, секрет так бы и остался секретом, но кто-то слил историю прессе. Организации объединенных наций скандал комментирует более чем сдержанно. На официальном сайте о расследовании, результатах и выводах. Только упоминание. Следствие продолжается. Но в интересах потерпевших и свидетелей его детали не разглашаются. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В американском Балтиморе, наконец, предъявили обвинение полицейским, причастным к смерти темнокожего Фредди Грея в отделении полиции. Но как они снова оказались на воле, продолжит наш американский САПКОР Дмитрий Иловский. Всю неделю в Балтиморе, охваченном беспорядками, задерживали только митингующих и погромщиков. Но власти города, кажется, поняли, что от них ждут реального разбирательства гибели Грея. В итоге шестерым полицейским все-таки предъявили обвинение. Это те, кто вез темнокожего юношу в полицейский участок и те, кто имел с ним там дело. Напомню, парень умер через неделю после ареста от травм позвоночника, который он получил то ли во время задержания, то ли сразу после него. Вот одному полицейскому предъявили обвинение в убийстве, остальным по статье соучастия в убийстве или соучастия в нападении. На улицах Балтимора встретили эту новость ликованием. Ну, правда, пять из шести правоохранителей тут же оказались на свободе, заплатив за это довольно внушительный залог с суммой от 250 до 350 тысяч долларов. В городе тем временем продолжает действовать комендантский час. То и дело вспыхивают столкновения между протестующими и полицейскими. Многие из тех, кто в эти дни выходит на улицы города уверенно, полицейским все как всегда сойдет с рук. Как это было когда-то в Фергюсоне, они покрывают друг друга и до реальных сроков дело ну никак не дойдет. Но стало ясно одно, тут не было российской подоплеки, ведь половина задержанных правоохранителей это афроамериканцы. В основном в Балтиморе, конечно, будет следить вся Америка. Так что этот процесс покажет, существует ли в США произвол полиции. И правда ли то, что говорят в эти дни протестующие города Балтимора. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Кенгуру человеку друг. Доказано двухлетней девочкой в Австралии. Как железный майк дает отпор любителям селфи? И почему китайским госслужащим запретили маевки? Все в обзоре. Китайским госслужащим запретили выезжать на маевки. Мол, уж очень часто посиделки на природе превращаются в пикники и попойки. Компартия Китая опубликовала список живописных мест, куда политикам ни ногой. Среди них, например, Великая Китайская стена и самый южный город страны, курорт Санья. Подтягивать дисциплину у бюрократов начали два года назад. Так в Поднебесной борются с незаконными привилегиями госслужащих. Осторожно, злой Тайсон. Скандальный боксер вновь попал в неловкую ситуацию. Железному майку не понравился навязчивый фанат, который пытался сделать с ним селфи. Майк сначала оттолкнул мужчину, а потом и вовсе саданул его локтем. К счастью, любитель селфи не пострадал и даже сам посмеялся над неудачей. Дэвиду Бекхэму сегодня исполняется 40 лет. Знаменитый футболист отмечает юбилей на роскошной вилле в Марокко. Лично поздравили спортсмена и побывали на пиршестве. Том Круз, он друг Читы Бекхэмов и британский режиссер Гай Ричи. Вилла в Маракеше для Дэвида и Виктории место особое. Там они обручились и отыграли вторую свадебную церемонию. Сегодня же Бекхэм зарегистрировался в Инстаграм. Всего за несколько часов его аккаунт собрал миллион подписчиков. Барт Симпсон увековечен в бронзе. Памятник мультяшному персонажу появился в Нью-Йорке. Симпсон-младший предстал в образе своего альтер-эго Бартмана. Автор произведения Нэнси Картрайт, актриса, которая озвучивает героя в мультсериале. Она же и презентовала скульптуру. На работу ушло около 20 часов. Идея пришла автору после того, как она увидела памятник Гомеру Симпсону в Лос-Анджелесе. В австралийском заповеднике кенгуру подружился с двухлетней девочкой. Обычно сумчатые не терпят вмешательства в личную жизнь и даже могут дать отпуск. Нанести несколько ударов лапами. Перед ребенком кенгуру не устоял. Дал себя обнять и послушно выдержал общение с малышкой. Боже, храни королеву и ее внучку. В монаршей семье Великобритании появилась маленькая принцесса. С подробностями из британской столицы Светлана Чернецкая. Ее высочество принцесса Кембриджская. У нее еще нет имени, но уже есть высокий титул. Второй ребенок принца Вильяма и герцогине Кейт родился сегодня утром. Всего через два часа после прибытия роженицы в больницу Сейнт Мэри. Кстати, здесь же в частном крыле госпиталя появились на свет первенец пары Джордж и сам принц Вильям. Маленькая принцесса весит 3,7 кг. Девочка, ее мама чувствует себя хорошо. И первой эту информацию узнала Ее Величество Елизавета II. Внук рассказал ей по телефону. Вильям и в этот раз присутствовал при родах. Потом о новости сообщили через интернет. И это впервые. О рождении британского наследника мир узнал и с твиттером. Но и от древней красивой традиции решили не отказываться. Когда о прибавлении в монаршем семействе объявляет королевский глашатой. Долгих лет жизни принцессе, счастливых и славных. И пусть однажды она станет нашей правительницей. Боже, храни королеву. Дальше официальные сообщения о рождении нового наследника трона везут в Букингемский дворец. Здесь его выставляют на позолоченной фигурной подставке ровно на сутки. Этот документ сегодня привлекает сотни, если не тысячи подданных и туристов, которым посчастливилось быть в Лондоне в этот день. У нас в Германии это тоже большая новость. Я приеду домой и расскажу всем, что попало в этот день под Букингемский дворец. Очень волнующий момент. Под восторженные крики публики новорожденную сестричку уже навестил старший брат. Принц Уильям специально поехал за ним домой и привез в госпиталь. Малышку уже нарекли запасной наследницей трона. Действительно, шансов стать королевой у нее мало. Она четвертая в списке. После дедушки принца Чарльза, отца Уильяма и брата Джорджа. Еще ее потеснят дети старшего брата. Так же, как она потеснила принца Гарри, который сейчас пятый в линии престола наследников. С рождением девочки королевская лихорадка в стране не заканчивается. Теперь все гадают, какое имя получит малышка. Среди фаворитов Элис, Шарлотта, Виктория, Елизавета и Диана. Принцу Джорджу имя выбирали два дня. Кстати, его обязательно согласовывают с королевой. Скорее всего, до наступления темноты семья покинет госпиталь. В прошлый раз Кейт торопилась побыстрее оказаться дома в Кенсингтонском дворце. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Это буквально только, что маленькую принцессу увидел весь мир. Зрители подробностей не станут исключением. Вот эти кадры. Принцу Ильям с супругой вышли из госпиталя Сент-Мэри с новорожденной в руках. Оттуда уже отправились в свою официальную резиденцию в Кенсингтонский дворец. Ну что ж, такой была эта суббота. Чем запомнится воскресенье, с удовольствием расскажу вам завтра в 20.00. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова